Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Финляндия. Я нахожусь в Идея-парке, направляюсь вот в такой красивый магазин Халонен. Ну и, конечно, если мы с Халонен историю посмотрим, в 1964 году Халонен открыл первый магазин, и этих магазинов по всей Финляндии 22. Ну и здорово, что они не стоят на месте. Раньше эти магазины находились в центре Тампери, теперь вот они переехали сюда. И вот эту обувь сейчас рекламируют по телеку. Как не открываешь телек, сразу вот эта обувя, что не нужно наклоняться, брать лопаточку, ложечку, вот можно, как говорится, натянуть, будьте любезны. И вот эти кожаные с удовольствием бы примерила я. Посмотрите, какая красота. Да, это натуральная кожа. Конечно, они будут носиться просто на ура. И вот эти я увидела первый раз, и я подумала, что это у нас Дуде, Хайдикс. Нет, это нет, но сделано вот как бы под них. То есть вот такая подошва, легкие, тряпка. Не знаю, можно ли их стирать, но вот на шнурочках. Вот о таких белых мечтаю я. 59 евро, когда будет скидка, за 30 евро я бы с удовольствием купила. Но вот эти синие под джинсы тоже неплохие. Ну и, конечно, должен быть шнурок. У меня одна нога больше другой, чтобы вот, как говорится, была эта коррекция. Ну и вот такие тяжело одевать. Очень мягкая пятка, она быстро сломается, если вы просто ногу пытаетесь туда засунуть. Вот всегда проблема. И посмотрите, какие новые кроксы. Ой, какая милота. Да, да, у нас есть кроксы оригинальные. И есть кроксы вот такие. Я купила за 5 евро ходить по своей фазенде. Как говорится, это самое то. Но если меня спросите, конечно, натуральные кроксы не сравнить вот с этими кроксами за 5 евро. Здесь большой обувной отдел. Я показываю только женскую обувь. Ну, здесь есть и мужской отдел. Так что, если вы с мужчиной путешествуете, мужчину тоже здесь можно приодеть. И скидки. Посмотрите, 70%. Это сколько остается? 30 евро. Ну, недорого, недорого. Вот за такие красивые обуви. Это просто даром. Здорово, что у них есть скидки. Они не убирают их. А эти тряпочные вообще стоят 10 евро. Но это уже настолько дешево, что в следующий раз, наверное, возьмут и напишут, что от Атаста возьми отсюда. Все стоит по фирмам. Сандали к сандалям, туфли к туфлям. То есть все очень культурненько. И полка, где у нас большие размеры, 42 и так далее. И вот здесь хайдиксу 85 евро 42 размера. Вот такая красота. Ну, и здорово, что есть финская. Вот, пожалуйста, где финский флаг. И есть всегда скидочки. И вот эти серебряные, как нравятся мне, 95 евро. Ой, как все-таки вот эта обувь красота. Многие уже купили и не одну пару. И пишут, Оля, как здорово, что ты показала первый раз. Вот теперь купила, ношу. Радуюсь жизни. Да, конечно, хорошую обувь купить. Это всегда, вот как говорится, ноги тебя благодарят. И все настроение. Если ноги, как в тисках, конечно, весь день на смарку. И Лаура Вита я показываю много раз. Вот здесь у нас сумочка 105 евро. Какая красота. Но я хочу показать эти босоножки. Вы, народ, посмотрите. Даже если ты в таких босоножках не сможешь ходить. Ну, просто где-то сесть для фотосессии и загнуть ногу на ногу. Вот так вот футы гнуты на высоких каблуках. Ну, это просто красота. Ну, и вот эти шлепки. Это не новинка. Я их показываю много раз. Но, да, конечно, это обувь. Вот как конфетка. Хоть наливай сюда шампанское и пей вот из этой красивой туфли. Да, красивая эта обувь. Ну, и вот тут, видите, все камни мира собраны. И бриллианты, и сапфиры, и так далее. И мягкая, прекрасная кожа. 119 евро. Вот эти красивые босоножки на какой-то праздник. Да, Лаура Вита, Франция. Выставлена вот так целом, скажем так, целой секции. И эти стоят 109 евро. Здесь есть на маленьком каблучке. Ну, если мое мнение, спросите, вот такие сандалии. Конечно, это для моих ног. Вот эта обувь у нас тоже Лаура Вита. 125 евро. И мне нравится, что они легкие. Ну, просто 2 грамма. Да, если у тебя старый наряд, купив вот такие кроссовки, ты отходишь все лето в них. И действительно, можно еще поменять шнурки. Можешь купить зеленые, красные, розовые, бежевые. Вот, как говорится, всегда у тебя будет новая обувь. И здесь моя любовь. Дуды, как я их называю. Хайдикс, конечно. Вот эта обувь, это моя. А 89 евро стоят вот эти светлые. Ну, и вот эти серебряные. Я хоть к серебру отношусь очень равнодушно, но, конечно, блестят и переливаются. В таких ботиночках можно и на праздник пойти. Никто не скажет, что ты вот в тряпочной обуви пришла. Конечно, вот эти самые красивые. Я не знаю, как носятся вот эти без шнурка. Мне кажется, со шнурком лучше всего. Но здесь, видите, скидочка. 63 евро стоят вот эти беленькие. И если вы их стираете, народ, помните вытаскивать стельку. И стираем в пакетике в 30 градусах. Это всегда супер обувь, которую можно стирать. Много обуви сейчас на праздник. Да, выпускные, конечно, вот такие красивые босоножки молодые девушки наверняка купят. Ну, и я ищу маленький кошелечек для летней сумки. Хочется вот такого плана, но он должен быть на молнии. То есть, вот если какой-то поцелуйчик или кнопка, мне не очень нравится. Мне хочется кошелечек на молнии. И моя подруга фанатеет от этих сумок. Ира, если смотришь, показываю для тебя. Да, конечно, вот такой черный, мне кажется, тоже неплохой. 49 евро. Вот на молнии вот такой кошель нужен мне. Да, конечно, много раз вот ищешь что-то. И кошелек должен быть такой. Ты должен взять его в руку и открыть. Я помню, один раз купила кошель, и я не поняла, что он сделан для левши. То есть, его нужно было переворачивать и открывать левой рукой. Ну, можете себе представить, я человек правша, и всю жизнь открывала молния. Как открывает правша? Как меня угораздило купить кошелек для левши? Ну, конечно, я его подарила очень быстро, отдала человеку, который левша. И после этого я зареклась никогда не покупать вот такой, если ты не попробовал. Нужно взять в руку и открыть, и закрыть, и посмотреть, как тебе этот кошель удобен или нет. Ну, и здесь у нас дезекуала вот такой веселенькая, оранжевенькая, апельсиновенькая. И мой сказал, Оля, здесь есть соя-концепт. Я говорю, ой, да, надо же, вот действительно, Теро молодец сюда продал эту фирму. Да, соя-концепт нравится мне, имею несколько нарядов у них. Несколько лет назад поменялась этикетка, и все-таки у них качество. Это фирма из Дании, и такая, знаете, бюджетная, скажем так, и к качеству претензий нету. Ну, немножко подорожало, но все равно, я считаю, за 35 евро, если купить вот такую кофточку, вискоза, и вискоза еще такая натуральная, непереработанная, то есть будет она очень хорошо носиться. 35,99, вот как я люблю, органический катон. И еще в таких огурцах, вот синенькая, как бы под гжель, да, вот это моя. Мне кажется, подорожали сейчас многие фирмы, но, опять же, все дорожает, все понятно. 69,95, и какой хороший рукав. Вот я всегда говорю, что да, могут дать размер и длину, но рукав, я не знаю, на какие руки такие рукава. Здесь все-таки вот мои пухленькие рученьки тоже с удовольствием бы втиснули. Соя Концепт, молодцы, они все-таки держат марку. И здесь всегда есть скидки, вот здесь, как говорится, будьте любезны, проходите. Все со скидками, 30%, 50% и так далее. Да, можно очень бюджетно что-то нарыть, но вот я так прохожу, не вижу ничего, чтобы такого прям умереть, не встать, мне хотелось бы примерить. Здесь много бюджетного, вот такое синее, мне кажется, тоже очень приятное. Но единственное, оно мне будет слишком длинное. Я всегда боюсь, если вещь длинная, и идешь, например, по лестнице, этот подол может остаться вот на следующей, как говорится, ступеньке, и не дай бог кто-то наступит. Будешь лететь, костей не собрать. Поэтому я всегда вот к такой длинным вещам очень осторожно. Когда идешь, нужно, конечно, подол поднимать. Я так вот считаю. Ну и смотря вот на это, ой, господи, помилуй, ну не знаю, кто такое купит. Ну если какая-нибудь учительница начальных классов, опять же, прошу прощения, сейчас какой-нибудь учитель начальных классов посмотришь, скажет, Оля, ну вы уж совсем, да, конечно, ужас ужасный. Но зато вот эти платья 139, Рио-де-Жанейро, да, красивые, красивые. Хоть я оранжевому цвету отношусь очень скептически, но вот такое черное с удовольствием бы примерила. Но, к сожалению, эти размеры не налезают на меня. То есть это маломерка. Сколько раз мы с Марией не шопились, она все время меня уговаривает померить, померь, померь, пример, пример. Я говорю, слушай, даже не хочу раздеваться, потому что они мне не налезают. И вот это зеленое, это прошлогоднее, и с этого с 30% скидки. Ну и посмотрите, все миленько стоит вот так по отделам. Да, конечно, финки молодые обожают гес, они покупают и сумки, и брюки, и все что угодно. Ну и я пришла на фирму для пухляков. Ченч фирма я снимаю много раз из Хельсинки, из их фашн-центра. Они делают с 42 по 56 размер, и с некоторых моделей есть до 58. Вот такое болеро есть у меня, 29,95, синего цвета. Да, конечно, они продаются на ура. Всегда люди, даже покупая какой-то летний наряд, хотят вот такую накидушку сверху. И, народ, вы не поверите, я хочу вот такие брюки. Когда будет распродажа, купить размер у меня от Ченча М, 46-48. Вот такие брюки были у меня, но они уже такого вида. В них, конечно, никуда не выйти. Мне хочется купить новые, 29,95, когда будут скидки за полцены. Ну и Мазай сейчас вот такой. Мои подруги сейчас увидят и скажут, Оля, это на Мазай не похоже. Да, у Мазая поменялся дизайнер. И я, смотря много раз на Мазай, я даже не знаю, что Мазай или это на Мазай не похоже. Ну вот первое платье было от Мазай, а остальное тут все собрано. Вот, как говорится, каждый тварь, как говорится, по паре. Да, хочется пройти еще к стенде Кумазай, посмотреть, что там. А, и вот этот Ченч, помню тоже я, 69,95 и 30% скидки. Ну, неплохо, вот такое платье с кушачком, натуральная вискоза, почему бы не купить. А это вообще получается 35 евро, вот такой пижмачок на лето. Да, много раз нужно все примерять, ты никогда не знаешь. Ну и вот этот трикотаж, конечно, просто супер. 24,95, вот такая, видите, три четверти и длинная эта футболка от фирмы Ченч. Да, супер, супер. Мне нравится, что есть размеры, конечно, молодые, стройные купят хоть где. Но если женщина плюс сайз, конечно, хочется такое что-то купить из благородных материалов. И, конечно, хочется купить уже вот такое, чтобы носилось и в этом году, и на следующий год. Не то, чтобы купил однодневку, постирал и потом отдал на утилизацию. И вот эти кофты водоем, тоже имею несколько штук, всегда хвалю их. 79,95, это кофта, конечно, просто находка для шпиона. Похудел, поправился, она налезает всегда. Ну и вот эти цены просто меня удивляют. Это финский дизайн, 79,90, вот это джинсовое платье. Да, что-то они перемудрили. Ну и я, конечно, ищу всегда, что бы я могла примерить я. 54,95, вот такая кофта лень. Но мне она не подошла, там внизу резинка. И спрашиваю своего, что тебе напоминает вот эта расцветка? Кею говорит, да, самарканд, да, Ташкент, самарканд, бухара. Вот эта расцветка, конечно, самая такая запоминающаяся. И вот такое платье имею я, и не одно платье просто супер. Трикотажное платье внизу, и наверху вот такая вискоза накидушка. То есть похудел, поправился, это платье налезает всегда. И вот эти платья прошлогодние, я их уже показываю. То есть, в принципе, ничего нового уже придумать никто не умеет. Ну и посмотрите, народ, я нашла Мазай. Тут целый стентик Мазая, и 89 евро стоит вот эта кофточка. А шейп, раскрешенная книзу, из одного материала есть и платье, и туника. Конечно, все очень здорово. И это у нас дизайн из Дании. И, конечно, они используют натуральные ткани. Они не шьют из переработанного полиэстера. Поэтому цены вот такие, 99 евро стоит вот эта кофта. Ну, я удивляюсь, что они начали шить джинсы. Из джинсовой ткани, мне кажется, это вообще не их фасон. И вот эта кофта, 109 евро. Ну, вот вы мне скажите, вообще похоже на мужскую пижаму, какую-то санаторную. Да, вот эта полосатая кофта не похожа на Мазай. 89 евро вот эта туника. Да, сейчас мои подруги из Питера посмотрят, скажут, Оля, ну, не похоже на Мазай. Да, действительно, не похоже. Вот нету этой линии Мазая, которая была раньше. У Мазая раньше была своя линия. Шарфики, бусики и так далее. То есть, ну, просто Мазай нельзя было перепутать ни с какой другой фирмой. А теперь смотришь, и даже нужно на этикетку еще посмотреть, точно ли это Мазай. То есть, стало вот такое. Ну, и вот такие брюки прямые от Мазая, конечно, удивляют меня. Но, опять же, я не дизайнер этой фирмы. И, как говорится, не знаю, что теперь они хотят этим сказать. И вот из такого материала я имею несколько пиджаков. Я показывала их в своих обзорах. Это, конечно, вещь натуральная. Лен с вискозой. Да, 129 евро стоит вот такой коротенький пиджак. И длинные стоили 169. Ну, и много у них вещей из вискозы. Вискоза в этом плане проблема. Ее нужно стирать руками. И вот такой Мазай Топик 2 XL я в прошлый раз заказала с интернета. У них были скидки с Саландо. И будь продают Мазай со скидками. Это всегда супер, что можно купить вот с какими-то распродажами. И вот такое вообще не похоже на Мазай никак. Да, конечно, вот сколько лет прошло. И я удивляюсь, что как-то очень он изменился. И вот такой пиджак тоже имею я. Такого же цвета. Фуксия. Я много раз его показывала с такими шнурками или с лентами. Многие помнят, я показывала этот пиджак в своих обзорах. Ну, и 129 евро стоит вот эта туника. Брюки. Ну, с брюк у нас 30% скидка. 129 и 30% скидка. Это, конечно, лен. И лен вот такой натуральный, непереработанный. И вот эта желтая. Это у нас прошлогодняя. Непонятно, почему висит без скидки 149 евро, конечно. Да, со скидкой уже должно быть. И вот эта тоже прошлогодняя. Такое я показывала. За 90 евро было в другом магазине со скидкой. Да, конечно, не все. Не все новое. То, что они продают. Но единственное, вот это платье понравилось мне. 169 евро. И здесь было платье и рубашка. Вернее, кофточка из такого же материала. Это у нас вискоза 100%. Вот это мне понравилось. Ну, конечно, 169 евро. Дороговато. Ну, и здесь у нас Мазайса скидка. Я мерю вот это. Платье было с рукавом 30% скидки. Ну, 30% мало, конечно же. 50% должно быть. Прошлогоднее должно продаваться уже с 50% скидкой. Да, вот здесь тоже, видите, 30%. Мне кажется, это мало. Уже должно быть 50%. Но, опять же, не я решаю и не я владелец этого магазина. Я пришла, сняла и, как говорится, пошла домой. Ну, и вот это 119 евро тоже не похоже на Мазай. Вот нету как-то вот этой линии, которая была у Мазай столько лет. Ну, да, изменилась политика фирмы и изменился дизайнер. То есть старый дизайнер ушла на пенсию. И теперь новый человек, который создает вот эти образы. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампери, Свиняндия. Всем физкульт-привет. Не хворайте. Всем физкульт-привет. Всем физкульт-привет.